Что ж, давайте переходить к третьей книге. Книга третья. Поскольку нравственная добродетель связана со страстями и поступками, причем за произвольные страсти и поступки хвалят или осуждают, а непроизвольным сочувствуют и иногда даже жалеют за них, то при внимательном исследовании добродетели необходимо, вероятно, разграничить произвольное и непроизвольное. Это могут использовать и законодатели, назначая награды и наказания. Да, видите, Аристотель, напоминаю, очень много говорит здесь в этом абзаце. Значит, во-первых, он напоминает нам целевую аудиторию. Для законодателей это важно. Второе. Аристотель, ходя и говорит, что для законодателей это важно, снова отталкивается от общепринятых мнений. За произвольные поступки мы хвалим или осуждаем, за непроизвольные не хвалим и не осуждаем. Наоборот, часто жалеем. Третье. Нет произвольных поступков по-гречески. Потому что у греков нет понятия воли. Есть желание – гекусиос, или нежелание – акусиос. То есть за желаемые страсти и поступки хвалят, за те страсти и поступки, к которым стремятся. А за те, к которым не стремятся, жалеют. Аристотеля волнует выбор. И это тема третьей книги. Ибо добродетель связана с выбором. Добродетель – это привычка выбирать. И данная тема важна не только для самого Аристотеля, чтобы объяснить нам, что такое добродетель, перед тем, как исследовать добродетели. Но эта же тема важна и для законодателей. Потому что выбор, в смысле произвольный выбор, это часть науки о законодательстве. Принято считать, что поступки, совершаемые подневольно или по неведению, непроизвольны. Причем подневольным является тот поступок, источник которого находится вовне. А таков поступок, в котором действует или страдательное лицо, не является пособником. Скажем, если человек куда-либо доставит морской ветер или люди, обладающие властью. Непроизвольные поступки являются либо результатом незнания, либо результатом насилия. И мы возвращаемся к тому, что обсуждали в прошлый раз. Подневольная добродетель – человек, который порочен, но поступает добродетельно из-под палки, недобродетелен. Подневольная добродетель – недобродетель. Спорим, и он не является не недобродетелем. Точнее, он не является недобродетелем. Как это? Он порочен. То есть он порочен из-за случая? Нет. Он порочен сам по себе. Мы обсуждали в прошлый раз человека, который порочен, но поступает добродетельно, потому что так того требует закон. Аристотель говорит, естественно, это не добродетельный человек. Потому что добродетельный поступок, хотя и маркирует внешний добродетель, если он был сделан вынужденно, не имеет никакого отношения к своему человеку. Я наоборот имею в виду. Если у нас есть подневольный, ну, условно говоря, тот же военачальник, который еще кому-то подчиняется, он выполняет приказ, который ему не нравится, который ему по всем фронтам не нравится. Но он должен его выполнить, потому что его добродетель говорит о том, что его нужно выполнить. А как она ему может не нравиться, если добродетель говорит о том, что это хороший? Потому что он должен выполнять приказ, вне зависимости от того, что этот приказ себя содержит. Приказ просто должен быть выполнен. Все. Добродетель просто говорит о том, что... из добродетелей в этом списке говорит о том, что приказ должен быть выполнен. Справедливость. То есть вам не нравится закон, но вы должны его выполнить. Когда будет обсуждаться справедливость, это вопрос о том, может ли нарушитель закона оставаться справедливым. Я просто по той схеме, которую мы нарисовали, он будет оставаться непорочным. Да, он будет оставаться добродетелем без внешних благ. То есть получается так, он добродетелен, но у него нет возможности воплощать свою добродетель. При том, что он еще при этом, в общем, на него может быть оказано влияние. Ну, то есть ему условно приказали этот человек. Нет, смотрите, мы возвращаемся обратно к ситуации с иерархией добродетелей. Иными словами, когда вам не нравится приказ, это значит, что какая-то добродетель, если вы представляете полностью добродетельного человека, это значит, что какая-то из добродетелей говорит, что то, что было приказано, ей противоположно. Ну, например, приказ пришел, я не знаю, перебить пленных. Гневливый приказ же, это же гнев. А наш персонаж ровный. Он, несмотря на то, что это враги, он не видит причины их убивать. Вопрос встает очень простой. Справедливость выше, чем гнев. Да, да, да. И ответ, конечно, справедливость выше, чем гнев. Угу. Спорным является вопрос о том, непроизвольные или произвольные поступки, которые совершаются из страха перед достаточно тяжкими бедами или ради чего-либо нравственно-прекрасного. Да, видите, следующий вопрос. А если это не человек вас заставляет, или события так разворачиваются, а если это в целом у вас есть какой-то глобальный страх или просто есть какая-то жажда? Например, если тиран прикажет совершить какой-либо постыдный поступок между тем, как родители и дети человека находятся в его власти. И если совершить этот поступок, то они будут спасены, а если не совершить – погиб. Классическая ситуация с заложниками. Нечто подобное происходит, когда во время бури выбрасывают имущество за борт. Ведь просто так, по своей воле, никто не выбросит имущество за борт. Но для спасения самого себя и остальных так поступают все разумные люди. Заметьте, что арестователь говорит – так поступают вообще все разумные люди. Поступки такого рода являются, стало быть, смешанными, но больше они походят на произвольные. Видите, опять все стало сложнее. Раньше у нас были только произвольные и непроизвольные, теперь появились смешанные. Их предпочитают другим в то время, когда совершают, но цель поступка зависит от определенных условий. Да, то есть ты не хотел, но так пришлось поступить, потому что это был лучший и разумный выбор. То есть ты выбрал, потому что нечто угрожало не тебе, а, например, твоим близким. Так что поступок следует называть произвольным и непроизвольным в зависимости от того, когда он совершается. В таком смешанном случае, совершая поступки, действуют по своей воле, ибо при таких поступках источник движения членов тела заключен в самом деятеле. А если источник в нем самом, то от него же зависит, совершать данный поступок или нет. Да, иными словами, если у дипломата вражеская страна захватывает в заложники его семью и говорит, иди и убей президента, или мы убьем твоих близких, если он идет и убивает президента, это произвольный поступок. И он виновен. Захват в заложники твоих близких не оправдание, потому что ты на самом деле сделал выбор. В таком смешанном случае, совершая поступки, значит, такие поступки произвольны, но они же взятые безотносительно, вероятно, непроизвольны, ибо никто, наверное, ничего подобного не избрал бы саму по себе. Да, ну понятно. Если мы в целом говорим о таких поступках, то мы говорим, ну, конечно, у него не было выбора. Но если мы говорим о конкретном поступке, всегда выбор есть. То есть он всегда может выбрать пожертвовать собственными родственниками. Этот выбор, то есть захватчик заложников не принуждает его. Захватчик заложников дает ему выбор. Или ты сделаешь икс, или мы убьем твою семью. Но этот выбор – это его выбор. За поступки такого рода иногда даже хвалят, а именно когда во имя великого и прекрасного терпят нечто постыдное или причиняющее страдание. В противном же случае осуждают, ибо терпеть постыднейшие вещи без какой-либо прекрасной цели или ради чего-то заурядного свойственно дурному человеку. Ну, это, конечно же, пример про Сократа и его смерть. Смотрите, у Сократа ведь был выбор – нагнись, и мы тебя не убьем. Не нагнись, и мы тебя убьем. Сократ выбрал смерть. Но мы восхваляем его за это. Если бы ситуация была связана с простым человеком, и он бы умер ради чего-то заурядного, никто бы не стал это хвалить. Некоторые поступки непохвальны, однако вызываются чувства, когда человек совершает недолжное из-за таких обстоятельств, которые пересиливают человеческую природу, и которых никто не мог бы вынести. А теперь представим, что это предательство, которое совершает наш дипломат, связано не с тем, что кто-то захватил его семью в заложнике, а с тем, что кто-то захватил сотню школьников в заложнике и пытает их у него на глазах. Тогда убийство президента кажется гораздо более оправданным, чем в случае семьи. Потому что семья – это нечто личное, и выбор пожертвовать личными благами – семья – это, как вы помните, внешние блага. И выбор пожертвовать внешними благами в пользу добродетеля очевиден. Но чужие дети – это не нечто личное. И ни один человек с здравым умею, считает Аристотель, не будет просто терпеть и наблюдать за тем, как истязают детей. Эта ситуация опять усложнилась. Однако существует вероятность… Заметьте, это вероятно. Некоторые поступки, к совершению которых ничто не должно вынудить, но скорее следует умереть, претерпев самое страшное. А потому смехотворным кажутся причины, принудившие Алкмиона у Еврипида убить мать. Но иногда трудно рассудить, какой поступок какому следует предпочесть и что во имя чего вынести. А еще труднее держаться того, что нам заведомо известно. Ведь, как правило, либо нас ожидает страдание, либо принуждение к постыдным действиям. Вот почему хвалу и осуждение получают в зависимости от того, по принуждению или нет совершен поступок. Да, естественно, выбор, причем похвальный выбор, существует даже в случае самых страшных поступков. Например, этот дипломат, видя, как пытают детей, может решить покончить с собой. Потому что тогда у того, кто их пытает, не будет смысла их пытать, потому что только дипломат может добраться до президента. Но в гневе он может их всех убить. Да, но это все равно будет лучше, чем пытка. Кроме того, в таком случае дипломату тоже будет все равно. То есть он настолько не мог на это смотреть и не мог совершить то, чего от него требовали, что он просто предпочел умереть. Ведь это трусость. Не в случае... А вот как правило сделать выбор? А Аристотель говорит, существует вероятно, заметьте, это вероятно, о чем я вам говорил, такие поступки, к совершению которых не может принудить ничего, но скорее следует умереть, чем совершить их. Давайте по-другому. У Гоббса есть хороший пример, потому что либералы возьмут вот эту идею о том, что есть такое, чего ты просто физически не можешь сделать. Гоббс говорит, всякий приказ суверена, всякий приказ левиафана, всякий приказ государя должен быть выполнен. Но если государь приказывает мне убить себя, чего я не могу сделать, потому что страх смерти есть самый величайший страх, тогда я могу напрямую отказать ему. И Гоббс вынужден добавить, ничего страшного от моего отказа не будет, потому что немедленно найдется человек, готовый выполнить этот приказ. И вот в таких случаях, когда непреодолимая сила мешает мне, тогда ничего страшного нет. Точно так же и здесь, есть такие поступки, которые ты как человек просто не в состоянии выполнить. Не в смысле полететь или раствориться в кислоте, а что-то сделать, чего лично ты не можешь сделать. Если какой-нибудь настолько гигантский страх змей, или пауков, или членистоногих, что ты просто физически не можешь, тогда можно умирать, тогда никаких проблем нет. То есть в некоторых случаях суицид – это добродетель. Нет, речь не о суициде, потому что ты же не убьешься сам, да? Когда дипломат скажет «нет», его просто застрелят. Это форма суицида. Ну, вы можете так сказать, но тогда как бы все есть форма суицида в отношении с другими людьми. К какому выводу, конечно, невозможно приходить. Аристотель говорит, что в сложных делах, короче, непонятно ни как поступать, ни как судить о том, как поступили другие. И надо задать вопрос, как же разобраться в этом вопросе. Итак, какие поступки следует признать подневольными? Может быть, взятые безотносительно поступки подневольны всякий раз, когда причина находится вовне, и, совершая поступок, человек никак не способствует ее действию. Но если поступки сами по себе непроизвольны, в данное время и во имя определенных целей избраны, а источник в том, кто совершает поступок, то, будучи сами по себе непроизвольны, они произвольны в данное время и при данных обстоятельствах. Больше они походят на произвольные. Поступки совершаются в определенных обстоятельствах и как поступки в определенных обстоятельствах произвольны. Но нелегко определить, какие поступки следует предпочесть, потому что обстоятельства многообразные. Да, нельзя просто так разрешить этот вопрос. Но важное – произвольные поступки – это поступки, которые рождаются внутри нас. Непроизвольные поступки – это поступки, которые рождаются вне нас. Но есть такие непроизвольные поступки, которые на самом деле являются произвольными. Если сказать, что поступки, доставляющие удовольствие и прекрасные, подневольны, ведь, будучи вне нас, удовольствие и прекрасное принуждают, тогда, пожалуй, все поступки окажутся подневольными, потому что мы всё делаем ради удовольствия и прекрасного. Заметьте, польза исчезла, только осталось удовольствие прекрасное и прекрасное. Видите, но Аристотель начинает играть, смотрите, но ведь и польза, и прекрасное, и удовольствие находятся вне нас. Что же получается, все поступки, совершенные ради прекрасного и ради удовольствия, это все поступки подневольные? Ну, это безумие. Но от насилия и от того, что против воли, испытывают страдания, а от поступков ради удовольствия и прекрасного получают удовольствие. Смешно поэтому за легкость попадания в силки такого рода возлагать вину на внешние обстоятельства, а не на самого себя, и полагать себя самого ответственным за прекрасные поступки, а удовольствие за постыдные. Итак, подневольное – это то, источник чего вовне, причем тот, кто подневолен, никак не пособничает насилию. Да. Вот это решение, тот, кто подневолен, никак не пособничает насилию – это решение, решающее проблему с удовольствием. Удовольствие находится вне нас, но мы, конечно, его хотим, и тем самым насильничаем над собой, пособничаем насилию. Прекрасное вне нас, но мы хотим, поэтому пособничаем насилию. Все совершенное по неведению является непроизвольным, но непроизвольно оно только если заставило страдать и раскаиваться, ведь совершивший по неведению какой бы то ни было поступок, и нисколько этим поступком не раздосадованный, хотя и не совершал его по своей воле, потому что все-таки не знал, поступал в то же время… И не невольно. И не невольно, во всяком случае, не страдая. Да. Подневольность и страдания, как вы заметили, связаны. Таким образом, Аристотель возвращается к неведению. Какие поступки по неведению должны быть наказываемы, а какие не должны быть наказываемы? Аристотель говорит, очень простая штука. Если вам понравилось то, что случилось, тогда это не неподневольный поступок. А если не понравилось, тогда это подневольный поступок. Из тех, кто совершает поступок по неведению, раскаивающийся считается действовавшим невольно, а не раскаивающийся, поскольку это уже другой случай. Пусть будет непоступающий по своей воле, потому что раз тут есть различия, лучше, чтобы было и особое название. Да. Пример, естественно, который Аристотель имеет в своей голове и который мы должны иметь, это пример Эдипа. Эдип раскаивается в том, что сделал. Поэтому его поступок подневолен, поэтому он так люб богам, поэтому он остается лучшим человеком и отправляется к богам, несмотря на то, что он убил своего отца и переспал со своей матерью, и не просто переспал, еще завел детей от нее. По-видимому, поступки по неведению и поступки в неведении – разные вещи. Так, например, пьяный или охваченный гневом, кажется, совершает поступки не по неведению, но по известным причинам неосознанно и в неведении. Стало быть, всякий испорченный человек не ведает, как следует поступать и от чего уклоняться, а именно из-за этого заблуждения становятся несправедливыми и вообще порочными. Да, смотрите, во-первых, Аристотель обсуждает пример убийства в состоянии аффекта, вот это вот поступки по неведению и поступки так, например, пьяный или охваченный гневом. Кажется, совершает поступки, которые ему нравятся, но с ними что происходит? Им перестает это нравиться, да, 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 да. И второе замечание, которое дает Аристотель – этим убийство в состоянии аффекта отличается от порочности. Порочному человеку после того, как он все совершил по незнанию, все норм, этим он отличается от человека в состоянии аффекта. Он как раз доволен результатом, все время доволен результатом. Но смотрите, как Аристотель шутит, он все время доволен результатом пока что. Итак… Да, и это снова для законодателей великая штука. А если вы ничего не испытываете, потому что вы не знаете, результат поступка хороший или плохой? Аристотель говорит, а это как так? Это вы сознательно избрали не знать, что результат поступка хороший или плохой? Помните, в Симпсонах было, когда Гумер куда-то опаздывал, он вот так вот закрывал глаза и жал на педаль газа и говорил, если я не вижу, значит, все законно. Вот это вот ровно та же самая ситуация. Ведь такое неведение заслуживает осуждения, и неведение общего тоже нельзя считать причиной непроизвольных поступков. Да. Как неведение результата, так и неведение того, что ты делаешь зло, не есть непроизвольность. То есть оно заслуживает осуждения. А причина его лишь неведение обстоятельств, от которых зависит и с которыми соотносится поступок. В этом в особых обстоятельствах заключены основания для жалости и сочувствия, так как именно в неведении о каком-либо из обстоятельств и поступают непроизвольны. Да, но если неведение касается не знания базового и универсального, а не знания каких-то деталей, тогда этот поступок непроизволен. Итак, пьяница не убивает в состоянии аффекта, потому что он знал, что пьянство ведет к состоянию аффекта, что пьянство это зло. Моральность, следовательно, предполагает некое знание, доступное всем. Базовое знание. Иначе моральность нельзя требовать от всех. Но это в свою очередь означает, что если моральность это базовое знание, доступное всем, то моральное – это низкое. Знание универсалей, как нам кажется сейчас, поставляет закон. Например, закон во всех государствах так или иначе запрещает убийство. Нет таких государств, в которых закон разрешает убийство. В смысле, они бывают разрешательные, но только в качестве исключения из уже понятного запрета. Не дурно было бы определить, что это за обстоятельства, сколько их, кто действующее лицо, что за поступок, с чем и при каких обстоятельствах совершается, а иногда даже как и чем. Скажем, каким орудием и ради чего, например, ради спасения. И каким образом, например, мягко или грубо. Конечно, только безумец может ничего из этого не знать. Ясно также, что никто не может не знать деятеля, ибо как же можно не знать, по крайней мере, что это ты сам. А что человек делает, он, пожалуй, может не знать. Как, например, те, кто утверждают, что они выпали, потеряли сознание во время разговора, или что они не знали, что разглашают неизреченные. Например, схил таинства. Или желая показать, как выстреливают на самом деле, как было с катапультой. Можно принять сына за врага, как Миропа, заостренное копье, за копье с шариком на конце, или камень за пемзу. Можно также дать питье, чтобы спасти и убить, и намереваясь обхватить руками, как борцы сбить с ног. Да. То есть, есть куча возможностей совершить случайное убийство или случайное противоправное действие. Можно столько всего не знать, то есть, в данной конкретной ситуации. Это же невероятно. Но есть вещи, которых нельзя не знать. В частности, кто совершает противоправный поступок. В частности, чем, как и ради чего совершается, никаким образом совершается тот или иной поступок. То есть, поймав человека после того, как он случайно кого-то убил, он, конечно, может сказать, что он не знал, что этот кинжал сделан из железа, а не из пластика. В смысле, не знал, что он, да, а не из пластика. Он-то думал, он пластиковый. Но он точно не может сказать, что он не знал, что это его рука тыкает этим кинжалом другого человека. Поскольку неведение может касаться всех обстоятельств, в которых совершается поступок, кто не знает какой-либо из них, кажется, совершил поступок невольно, особенно если он не знал самого главного, а самым главным считаются условия и цель его поступка. Кроме того, поступок, который из-за неведения такого рода определяют как непроизвольный, должен заставить страдать и раскаиваться. Да, не только незнание универсалей, но и незнание базовых вещей может создавать непроизвольность. Незнание каких-то мелочей. Но Аристотель говорит... Сейчас, если вы не позволите. Да, но Аристотель говорит две вещи. Цель и предмет. Самое главное – это условия поступка и цель поступка. Кроме того, решающий момент – это момент раскаяния. Непроизвольный поступок считается непроизвольным только тогда, когда он вызывает у совершившего его отторжение. Если непроизвольное совершается подневольно и по неведению, то произвольное – это, по-видимому, то, источник чего он в самом деятеле, причем знающем те частные обстоятельства, при которых поступок имеет место. Что же это значит? Это значит, что моральность – это только для людей? Что животные и природа не могут совершать произвольные поступки? А вот и нет. Сейчас Аристотель пояснит, что все гораздо сложнее. Едва ли правильно считать непроизвольным то, что совершается в ярости или по влечению? Во-первых, потому что тогда ни одно другое живое существо, ни даже ребенок, не будет поступать произвольно. Во-вторых, возникает сомнение. То ли ни один поступок по влечению и в ярости не бывает произволен, то ли прекрасные поступки произвольны, а постыдные – непроизвольны. Естественно, если ты совершил постыдный поступок, то если ты уж не совсем последний, значит, там, бомж, ты раскаиваешься. Что же получается, что каждый раз, когда ты совершаешь плохое, это не ты виноват, а каждый раз, когда совершаешь хорошее, это ты виноват? Кроме того, дети, конечно, отвратительные, в смысле неморальные, но они точно могут совершать произвольные поступки, потому что источник поступков внутри них, и они могут раскаиваться и не раскаиваться. Ну разве это не смешно, коль причина у поступка одна? И должно быть нелепо утверждать, будто непроизвольны такие поступки, которым следует стремиться, ведь и гневаться на что-то следует, и влечение к чему-то испытывать, скажем, к здоровью или учению. Считается, что непроизвольное приносит страдания, а совпадающее с влечением – удовольствие. У меня есть вопрос относительно раскаивания у детей. Раскаивание или стыд? Можем ли вы сказать, что дети раскаиваются? Может быть, стыдно? Да, да, и может быть, стыдно. Ну смотрите, вам может быть стыдно за то, что вас поймали, а в содеянном вы не раскаиваетесь. Да, но дети способны раскаиваться? Да, вы вполне можете раскаиваться в том, что совершили, конечно. Ребенок может раскаиваться в том, что совершили. Да, мне кажется, да, нет. То есть он должен знать, что есть правильное, что не правильное? Как? Нет. Родители с самого начала учат вас законом. Нет, он может испытывать стыд. Мне кажется, он не может. Нет, он может испытывать стыд, когда он поступает неверно. Сейчас, когда мы говорим о серьезных вещах, мы же говорим о преступлениях буквально. Когда ребенок совершает преступление, он знаком со всеми универсалиями. Закон так или иначе доведен до него, хотя бы потому, что ребенок подчинен закону, как и все остальные граждане. Дети не могут быть... Но они не вне закона, да, я понимаю. Да, но раз они не вне закона, они должны быть знакомы с законом, знакомы с универсалиями. Не может совершать непроизвольный поступок тот, кто знаком с универсалиями. Ну, то есть, если дети бросают с крыши на лыжники, один из них попадает человеку в голову, его убивая, то это правда будет раскаяниться? Нет, смотрите. Ему будет стыдно, да. Ему будет... Нет, 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 нет. Наверное, стыд и раскаяние – это разные вещи. Явно, потому что раскаяние взрослое подвержено, а... точнее, как... А стыду неподвержено, да, все правильно. Да. Стыд связан не с преступлениями. Стыд связан с неправильным поведением. Раскаяние... Преступление – это правильное поведение? Нет. Преступление, конечно, неправильное поведение, но преступление наказывается законом, а постыдное действие не наказывается законом. Но просто это одна категория, которая может включать в другую категорию. Стыдно может быть и за преступление, и не за преступление, а раскаяние тоже за преступление. То есть, стыд как бы шире, чем раскаяние. Если взрослые не испытывают стыда... Конечно, то у нас не работает эта схема. Почему? Потому что испытывая раскаяние, они заведомо испытывают стыд. Нет, нет, нет. Да, значит, взрослые не испытывают стыд, потому что они разумны и не совершают неразумных поступков, не ошибаются. В этом смысле, когда они совершают преступление, они испытывают раскаяние, потому что совершают преступление только по незнанию. Они не могут испытывать стыда, потому что не совершают ошибок. То, что совершено по незнанию, не есть ошибка. Ошибка в смысле действия заведомо против представления прекрасного. Я не очень понимаю, что здесь ошибка значит. Значит, мы давайте вернемся обратно к детям, которые стыдятся. Для этого нам, конечно, надо почитать. Где у нас стыд? Давайте, может быть, почитаем про стыд сразу тогда. О, да, конечно, в четвертой книге у нас стыд. Ну, хорошо, давайте почитаем про стыд. 11.28.Б. Человек же обходительный и свободно рожденный будет вести себя так, словно он сам себе закон. Таков стало быть, кто держится середины, любезным ли его называть или остроумным? И сразу 15. О стыде неприличествует говорить, как о некой добродетели, потому что он больше напоминает страсть, нежели склад души. Да. Вот первое различие. Стыд – это чувство, а раскаяние – это результат... Как это правильно? Результат лечения или... Короче, это разумная деятельность. То есть стыд вы испытываете, а раскаяние вы принимаете. Во всяком случае, его определяют как своего рода страх дурной славы, и он доходит почти до такой силы, как страх перед ужасным. От стыда краснеют, а от страха смерти блинеют. Значит, и то, и другое в каком-то смысле явление телесное, а это считается свойственным скорее страсти, нежели душевному складу. Эта страсть, то есть переживание, подобает не всякому возрасту, но только молодому. Мы полагаем, что в определенном возрасте следует быть стыдливыми, потому что, живя по страсти, молодые совершают много проступков, а стыдливость препятствует им. Да. Стыд – это не результат, стыд – это предшествие, да. И мы хвалим стыдливых среди молодежи, но человека более взрослого никто, пожалуй, не похвалит за стеснительность. Мы ведь уверены, что он не должен совершать поступки, которых стесняются. Да. То есть у взрослых людей нет стыда, потому что ничто их не останавливает, они совершают только правильные поступки. Стыдливость, коль скоро она возникла в связи с дурными поступками. Чужда. Чужда порядочному человеку, ведь ему не следует их совершать, причем безразлично воистину постыдные эти деяния или слывут таковыми, потому что ни тех, ни других совершать не следует, чтобы не пришлось стесняться. Да. Именно поэтому у плохих взрослых тоже нет стыда, потому что они как раз плохие и совершают только постыдные вещи. Нелепо ведет себя тот, кто, совершив один из постыдных поступков, стесняется и думает, что тем самым он порядочный человек. Стыд ведь бывает за произвольные поступки, а порядочный человек по своей воле никогда не сделает дурного. Стыд мог бы быть чем-то порядочным условно, ведь если порядочный человек совершил постыдный поступок, он будет этого стесняться. Но к добродетелям это не имеет отношения. И хотя безостенчивость, то есть отсутствие стыда за постыдные поступки, это нечто дурное, тем не менее стесняться совершать такие поступки вовсе не есть нечто порядочное. Ведь и воздержанность тоже не добродетель. Воздержанность – это уже знакомая вам по ксенофонту инкратера. Ведь и воздержанность тоже не добродетель, а нечто смешанной природы. На нее в этой связи мы укажем позднее. Да. Вот таким образом мы сможем… Вернитесь обратно к детям. И начните с троечки еще разочек. Если непроизвольное. Если непроизвольное совершается подневольно и по неведению, то произвольное – это, по-видимому, то источник чего в самом деятеле, причем знающем те частные обстоятельства, при которых поступок имеет место. Едва ли правильно считать непроизвольным то, что совершается в ярости или по влечению. Во-первых, потому что тогда ни одно другое живое существо, ни даже ребенок, не будет поступать произвольно. А во-вторых, возникает сомнение. То ли один поступок по влечению в ярости не бывает произволен, то ли прекрасные поступки произвольны, а постыдные – непроизвольны. Но разве это не смешно, коль причина у поступков одна? И должно быть нелепо утверждать, будто непроизвольны такие поступки, к которым следует стремиться, ведь и гневаться на что-то следует, и влечение к чему-то испытывать, скажем, к здоровью или учению. У детей нет разума, но у детей есть страсти. Страсть – это источник внутри нас. Поэтому дети должны отвечать за то, что они делают, так как источник произвольных поступков внутри нас. То же касается и животных. В противном случае нам пришлось бы признать, что дети и животные должны быть исключены вообще и не могут совершать преступлений, а все их поступки – это только подневольные поступки. Теперь стало яснее. Как это? Разве вы не слышали про убийство Харамбы? Да вы что? А? Не-не-не-не-не-не-не. Это, в общем, российская история. Сейчас вы поймете, почему. Года два или три назад до сих пор существует мем про Харамбы. Харамбы – это горилла, жившая в, по-моему, чикагском зоопарке. И какой-то черный мужчина опустил своего младенца вниз. Он упал, и горилла его убила. Что сделали с гориллой? Тоже касается и диких медведей, тоже касается и волков, тоже касается и тигров. Если тигр нападает на человека, его убивают. Но это, если мы вернемся чуть назад, не чуть назад, просто в самое начало. Мы же говорили о наказании как исправительном и… О наказании, да. Да, там два, два, два. О справедливости. О справедливости. Какая, наконец, разница с точки зрения непроизвольности по расчету или в порыве ярости совершены поступки? Ведь, с одной стороны, следует избегать и тех, и других, а с другой – страсти, чуждые рассуждения, не менее свойственны человеку, нежели разумный расчет. А значит, поступки в порыве ярости и по влечению свойственны человеку, и потому такие поступки нелепо считать непроизвольными. Да, вот три аргумента против идеи о гневе и жгулании как непроизвольности. Значит, дети и животные получаются только непроизвольные. Постыдные поступки – все непроизвольные, а все хорошие поступки – произвольные. И человеку тоже свойственны гнев и влечение. А значит, нельзя считать поступки, основанные на них, непроизвольными. Ибо тогда и поступки, основанные на расчете, тоже будут непроизвольными, потому что расчеты тоже свойственны на человеку. И нам есть с чем сравнить это утверждение. Естественно, это Платон, законы 860-D, 864-A. Почему Платон? Потому что, когда Аристотель говорит ярости влечения, оба эти термина – это термины Платона. Я советую вам открыть Платона, открыть законы, но мы этого делать не будем. Вследствие за разграничением произвольного и непроизвольного идёт изложение вопроса о сознательном выборе, то есть о преднамеренности. Ведь он самым тесным образом связан с добродетелю. И ещё в большей мере, чем поступки, позволяет судить о нравах. Смотрите, вот зачем нужно обсуждать произвольность и непроизвольность. Потому что хорошие и плохие действия всегда связаны с сознательным выбором. А добродетель всегда связан с сознательным выбором. Кажется, впрочем, что сознательный выбор и есть произвольное. Однако эти понятия не тождественны. Но понятия произвольного шире. К произвольному причастны и дети, и другие живые существа. А к сознательному выбору нет. И внезапные поступки произвольными мы называем, а сознательно избранными нет. Выбор произволен, но произвольное не всегда есть результат выбора. Ну, тот же аффект не есть результат выбора, но аффект произволен. Вероятно, неправильно определяют сознательный выбор как влечение, яростный порыв, желание или определенное мнение. Во-первых, если в лечении яростный порыв – общее свойство рассуждающего и нерассуждающего, то выбор, напротив, ничему, что не рассуждает. Несвойственен. Несвойственен. Во-вторых, невоздержанный поступает по влечению, но не по выбору, а воздержанный, напротив, по выбору, но не по влечению. Невоздержанный идет за желанием, воздержанный не идет за желанием. Желание связано с удовольствием и страданием, выбор не связан с удовольствием и страданием. Мы должны спросить себя, у медленного человека нет желаний? Как вообще всё это связано с моралью? С моралью это связано следующим образом. Морально сделать разумное, а нежелаемое. И тут мы возвращаемся обратно к той самой штуке, о которой Аристотель не говорит, когда обсуждает добродетели к любви. Вы же говорили, что это страсть. Да, конечно. Мы же обсуждали, что за всякой добродетелью стоит страсть. Где добродетель, связанная с любовью? Как это общение с людьми? Ну, так это не важно. Это относится к удовольствиям или страданиям? Дружба же тоже не имеет. Это относится к удовольствиям и страданиям. Любовь? Да. Так к удовольствиям и страданиям или к общению с другими людьми? К удовольствиям и страданиям. Ну, то есть её нельзя отнести... А гнев не относится к удовольствиям и страданиям. Так я же говорила, и страх тоже можно отнести к страданиям. Да, но именно поэтому они отделены. Есть какая-то причина. Поэтому их можно выделить, чего не хватает. Хорошо. Смотрите, что имеет в виду Аристотель. Аристотель, когда Аристотель говорит моральное действие, это разумное действие а не желаемое действие, Аристотель говорит о браке по расчёту это же не любовь вот именно это моральное действие брак по расчёту брак без любви, это моральное действие потому что оно разумное, а не потому что желаемое именно поэтому любовь не даёт добродетель да Но разумное и желаемое будут совпадать у добродетельного? Нет. Только что прямым текстом было сказано, что желание никак не связано с выбором. Выбор не связан с желаниями. Хорошо, но привычкой мы вырабатываем у себя желание поступать определенным образом. Мы же получаем удовольствие от поступка. Значит, этот поступок становится для нас желанным поступком. С этим добродетельным нет никаких проблем с этим. Может быть, текущее заявление Аристотеля связано с тем, что мы только начинаем входить в... То есть, первоначально добродетель как привычка – это есть результат выбора, а не есть результат желания. С другой стороны, мы возвращаемся к представлению о том, что естественные наклонности, хотя и заглушаются постоянным правильным выбором или чрезмерным выбором в другую сторону, никуда не деваются. Вы сказали, что они нивелируются. Да, я говорил, такое было дело, да, да. Ну, они становятся все меньше, меньше и меньше, да. У добродетельного их практически нет. Поэтому мы и говорим, что добродетельное не напрягается. Да, да, да. Привычка не требует напряжения. Значит, привычка не требует купировать желание. Значит, желаемое и привычное совпадают. Вернемся обратно, во-первых. Давайте попробуем еще раз. Вероятно, давайте. Вероятно неправильно определять. Вероятно неправильно определяют сознательный выбор, как влечение, яростный порыв, желание или определенное мнение. Да. Значит, даже если вы хотите поступить Х, у вас есть влечение, поступить Х – это все равно выбор. И он никак не связан с этим влечением. Потому что если бы он связан был, вы бы всегда делали выбор в пользу вашего влечения. То есть, даже тот факт, что у вас случайно или намеренно совпадает выбор и желание, никак не делает выбор, связанным с желанием. Добродетельный выбирает то, чего он хочет, не потому, что он этого хочет, а потому, что это правильно. Безусловно. Но мы в таком случае говорили не о совпадающих прямых, а о параллельных прямых. Они все равно будут в одном и том же направлении. Да. Но в этом они не будут полностью… Независимы друг от друга. Да, да, да. Но я просто говорю о том, что все равно добродетельного не будет с этим проблем. Потому что эти условные прямые у него направлены в… Нет, проблем будет миллион, потому что, смотрите, мы желаем поступить добродетельно. Допустим, мы желаем поступить умеренно. Мы знаем универсально, что умеренность – это середина между, значит, одним и другим удовольствием и страданием. Но в каждом конкретном случае надо делать выбор, потому что в каждом конкретном случае количество внешних обстоятельств такое огромное, что мы не можем просто последовать за желанием. Поэтому, да, выбор все время будет противостоять… Ну, в данном случае у нас немного, если у нас много вариантов, если у нас много условий. Нет, то есть, смотрите, мы возвращаемся обратно к вопросу о произвольных и непроизвольных поступках. А реставритель говорит, для того, чтобы совершать произвольные поступки, мы должны знать базовые вещи. Они доступны всем. Вот специальные вещи недоступны всем, базовые вещи доступны всем. Базовая вещь – надо поступать правильно. Или надо поступать хорошо. Или базовая вещь, например, надо быть вешливым. Помните, там в метро все время об этом говорят? Как будто мы забываем. Вот. Но когда в метро заваливается пьяный бомж, а вы добротельный человек, естественно, и вы знаете, что надо вести себя вежливо, вы должны сделать выбор не делать этого. Потому что его оттуда надо выгнать. Или когда к вам пьяный пристает, вы же должны огрызнуться. Хотя не потому, что вы его ненавидите, не потому что это гнев, да, он достал вас, а потому что вы хотите, чтобы он отошел. Вот. И желание, и выбор никак не связаны между собой. Не верите мне. Ну вот Аристотель говорит. Да у меня желание с выбором здесь совпадает. Нет, у вас, смотрите. А, не верите. Хорошо. Это автоматически означает, что это был неправильный выбор. Далее влечение связано с удовольствием и страданием. А сознательный выбор ни к тому, ни к другому отношению не имеет. Да. Воздержанность не связана с противоположными желаниями. Воздержанность связана с сознательным выбором. Мы стремимся к удовольствию и бежим от страдания. Никаких других вариантов нет. Выбор говорит нам, сегодня будешь страдать. Выбор говорит нам, сегодня не получишь удовольствие. Еще меньше сознательный выбор походит на порыв ярости. В самом деле, что делается в ярости, меньше всего, как кажется, сообразуется сознательным выбором. Видите, есть особое, помимо удовольствия и страдания, есть особая страсть, которая вообще максимально далека от сознательного выбора. Но это, тем не менее, и не желание, хотя представляется весьма близким ему. Дело в том, что сознательный выбор не бывает связан с невозможным. А вот еще один супер аргумент против желания, почему желание и сознательный выбор не совпадают. Просто сознательный выбор не связан с невозможным, а желание... Сознательный выбор не может быть никак связан с невозможным, а желание может быть. И пример. И если кто-нибудь скажет, что он сознательно избрал невозможное, его должно быть примут за глупца. Но желание бывает и невозможного, например, бессмертия. Бывает и такое желание, которое никоим образом не может осуществиться благодаря самому данному человеку. Например, желание, чтобы в состязании победил определенный актер или атлет. Однако сознательному выбору подлежат не такие вещи, а только те, что считают от себя зависимыми. Да, никто не будет обвинять вас в том, что ваше желание является невозможным. Напротив, будут даже его подпитывать и поддерживать. Да, однажды ты уйдешь с этой работы, наконец, и будешь зарплату получать в миллион рублей в месяц. Или там однажды ты построишь себе дачу или уедешь за границу. Все будет. Нет. Если вы сделаете невозможный выбор, то это, конечно же, вызовет только смех. Далее, если желание направлено скорее на цель, то сознательный выбор имеет дело со средствами к цели. Следующее различие. Мы не выбираем желаний, но выбираем средства их воплощения. Это тоже очень важный выбор. То есть добродетельный желает поступать добродетельно, но не потому, что он хочет поступать добродетельно, а не потому, что он сделал такой выбор. Например, мы желаем быть здоровыми, и мы желаем быть счастливыми. И так и говорим. Желаю быть здоровым или счастливым. Но выражение «мы избираем быть здоровыми или счастливыми» нескладно. В целом выбор, похоже, обращен на то, что зависит от нас. Да. Желание, к сожалению, так получается, что от нас не зависит. Но здесь нас интересуют немного другие штуки. А именно сочетание счастья и добродетели. Смотрите, Аристотель говорит «мы желаем быть счастливыми». Счастье есть результат желания, а не выбора. Оно не зависит от нас. Добродетель – это то, что представляло собой или, по крайней мере, было связано со средствами к цели, с выбором. Она не цель сама по себе. Добродетель – это привычка правильно поступать, правильно выбирать. Но выбираем мы средства, а не цель. Таким образом, сознательные выборы и добродетель связаны напрямую. А вот цель сознательного выбора и желание не имеют связи с самим сознательным выбором. Они находятся выше. Наконец, мнением выбор тоже не будет. Да. Следующее – это мнение. Это будущее, как вы понимаете, основа для защиты свободы слова в либерализме. Действительно, мнение, кажется, бывает обо всём, то есть о вечном и невозможном, и с таким же успехом, как о зависящем от нас, и различают ложные и истинные мнения, а не порочные и добродетельные. Что же касается сознательного выбора, то он определяется скорее в этих последних понятиях. Поэтому, вероятно, никто вообще не говорит, что сознательный выбор тождественен мнению, и даже что он тождественен определённому мнению. В самом деле, каковы мы сами, зависит от того, благо или зло мы выбираем, а не от того, какие у нас мнения. Мнение – это не выбор. Мы тут же можем поправиться, но высказывание мнений – это выбор, потому что это действие. И мы сознательно выбираем, что из таких, то есть благих или дурных вещей принять и чего избежать, а мнение мы составляем о том, что такое благо и зло, кому это полезно или в каком смысле, но о том, принять или избежать, едва ли составляем мнение. Кроме того, сознательный выбор хвалит, скорее, за то, что выбрано должное, то есть за верность, мнение же одобряют за истинность. Наконец, сознательно мы выбираем то, что мы прежде всего знаем как благо, а мнение мы составляем о том, чего толком не знаем. Делают наилучший выбор и составляют наилучшее мнение, по-видимому, не одни и те же люди, но некоторые довольно хорошо составляют мнение, однако из-за порочности избирают не то, что должно. Плохими нас называют не за мнение, а за действие. Вы можете сравнить это с 1139b, 1518. Действие предполагает знание, действие не предполагает мнение, поэтому сознательный выбор не относится к мнению. При этом Аристотель интересно добавляет. Делают наилучший выбор, Серзочек. Делают наилучший выбор и составляют наилучшее мнение. По-видимому, не одни и те же люди, но некоторые довольно хорошо составляют мнение, однако из-за порочности избирают не то, что должно. Можно хорошо думать, но плохо поступать. Можно иметь хорошее мнение, но делать плохой выбор. И наоборот, можно иметь плохое мнение, но делать хороший выбор. Это у кого протона? А? Это у кого протона? Да, конечно, конечно, конечно. Не имеет значения, возникают ли мнения до того, как сделан выбор, или после того. Мы ведь обсуждаем не это, а тождественен ли он какому-нибудь мнению, какому-либо мнению. Если ничто из названного выше не есть сознательный выбор, то что же он тогда такое и каков он? Итак, с одной стороны, сознательный выбор явно произволен. Это мы уже обсуждали, это понятно. С другой, не всё, что произвольно, предмет сознательного выбора. Это тоже понятно. Тогда это, наверное, то, о чём заранее принято решение. Ведь сознательный выбор сопряжён с рассуждением и размышлением. Да, отсюда встанет вопрос, а что такое мышление? На это, кажется, указывает и само название. Проаритон. Нечто, избранное перед другими вещами. Да, и вы не поверите, Аристотель настолько крут, что даже верно угадал этимологию слова. Обо всём ли принимается решение, и всё ли предмет решение, или же для некоторых вещей решение невозможно? Предметом решения, вероятно, следует называть не то, о чём может принять решение какой-нибудь глупец или безумец, но то, о чём его принимает разумный человек. Да, безумцы могут принимать невозможные решения, но это не имеет значения, потому что разумные люди не могут принимать невозможных решений. Никто не принимает размышления… Никто не размышляет… Никто не размышляет о решении… О вечном. О вечном, скажем, о космосе, или о несоизмеримости диаметра и стороны квадрата, а также и о том, что, изменяясь, всегда изменяются одинаково. Да, нельзя принимать решение или размышлять о том, чтобы принимать решение как о неизменном, так и об изменяющемся, всё время меняющемся. Будь то по необходимости или по природе, или по какой-то иной причине, как, например, солнцеворота или восход. Да, всё время одинаково меняющиеся – это восходы. Нельзя принять решение относительно восхода. Космос вечен, нельзя принять решение относительно того, что никогда не меняется. Не принимают решение не о том, что всякий раз бывает по-разному, как засухи и дождей, не о случайном, как, например, находка клада. То есть нельзя принять решение относительно того, что является случайным, что не может быть контролируемо. Но и о человеческих делах не обо всех без исключения принимают решение. Итак, мы понимаем, что решение относится только к человеческим делам. Скажем, никто из лакидемонян не решает, какое государственное устройство было бы наилучшим для скифов, ибо здесь ничего от нас не зависит. Вы видите, как всё изменилось в истории-то, да? Но размышление, говорит Аристотель, подразумевает заботу. То, что нас не касается, нас не волнует. То есть рассуждение, размышление о решении – это размышление о человеческом и о том, что касается или заботит конкретно нас. А принимаем мы решение о том, что зависит от нас и осуществляется в поступках. Это-то нам и осталось рассмотреть. Да, значит, нас, реально осуществима и поступки. В самом деле причинами принято считать природу, необходимость, случай, а кроме того ум и всё, что исходит от человека. Природа и необходимость – это буквально здесь форма и материя. А среди людей все принимают решение о том, что осуществляется ими самими в поступках. О точных и самодостаточных знаниях или науках, например, о правописании, не может быть решения, ибо мы не сомневаемся, как следует писать. Вот ещё одно замечание. Действительно, когда мы пишем, это касается нас, и это не нечто вечное и не нечто постоянно изменяющееся, в смысле цикличное, и не нечто случайное. Язык не есть нечто случайное в его употреблении. Однако мы не принимаем решений по поводу письма, в смысле совершения ошибок. Но о том, что зависит от нас и не всегда бывает одинаково, мы принимаем решения, например, о том, что связано с искусством врачевания. Вот, или не остановитесь. Дело в том, что письмо всегда одинаково, то есть у нас есть общие стандарты языка и правила правописания. Мы принимаем решения, например, о том, что связано с искусством врачевания или наживания денег. И в делах кораблевождения по сравнению с гимнастикой тем мы скорее принимаем решения, причем тем скорее, чем менее подробно наука кораблевождения разработана. Подобным же образом принимаются решения и в остальных случаях, и скорее в искусствах, чем в науках, то есть в знаниях точных, потому что в первом случае у нас больше сомнений. Расмышления о решении связаны с сомнением, с необходимостью принять решение. В правописании у нас нет необходимости принимать решений, и потому нет размышлений о решениях. Во многих науках, которые более точны, чем искусство, нет необходимости размышлять о решениях, а в искусствах есть. Решения бывают о том, что происходит, как правило, определённым образом, но чей исход не ясен и в чём заключена некоторая неопределённость. Для важных дел, не будучи уверены, что сами достаточно умны для принятия решений, мы приглашаем советчиков. Да, то есть размышления бывают о том, что происходит, то есть мы знаем, что делать. Мы не размышляем в случае размышления о решении, мы не размышляем о том, как делать или что делать. Мы размышляем о том, стоит ли делать или не стоит делать. Ну, например, стоит ли выходить замуж или не стоит выходить замуж, при том, что сам выход замуж уже чётко определён. Ну, вы знаете, что делать, если вы решили выйти замуж. То есть вы не принимаете решение о том, как вы будете выходить замуж, как этот процесс будет происходить. Он оговорен уже, всем всё понятно. Но вы размышляете, стоит ли это сделать вообще или не стоит. Ну, можно размышлять и там, и там, ну, и в том, и в том случае. Нет, вам всё равно придётся приехать в ЗАГС. Понятно. Да, всё равно будет какой-то ритуал, там, проражи невесты, пошлые конкурсы с отвратительным томодой, которая не будет попадать в ноты, когда поёт или там играет на музыкальных инструментах, там, алкоголь или кое-что. Всё уже давно понятно. Если вы хотите выделиться, вы не сможете, потому что если вы хотите скромную свадьбу, уже 20 раз оно было. Не будет никаких родственников, будут только ближайшие друзья, уедем в лес на шашлыки, уедем на остров, поедем на яхте, покатаемся там по Волге. Нет, нет, об этом нельзя принять решение. Решение наше касается не целей, а средств к цели. Ведь врач принимает решение не о том, будет ли он лечить, и риттер не о том, станет ли он убеждать. И политик не о том, будет ли он устанавливать законность, и никто другой из прочих мастеров не сомневается в целях. Но поставив цель, он заботится о том, каким образом и какими средствами её достигнуть. Да, ну, про искусство будем говорить, да. В искусствах как раз все размышления о принятии решений касаются размышлений о средствах. Они не касаются размышления цели, потому что цель уже поставлена, когда вы выбрали искусство. Цель уже в самом искусстве содержится. Если окажется несколько средств, то прикидывают, какое самое простое и наилучшее. Если же достижению цели служит одно средство, думают, как её достичь при помощи этого средства. И что будет средством для этого средства, покуда не дойдут до первой причины, находят которую последний. Принимая решения, занимаются как бы поисками и анализом, описанных выше способом. Так же, как в задачах на построение. Да, 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 да. Значит, вы видите здесь и определение эффективности. Прикидывают, какое средство самое простое и наилучшее. И если средство только одно, то прикидывают, значит, как до этого средства дойти. То есть, понятно, что средство к обогащению, типа, многое работать. Ну, предположим, что это действительно так. Что оно одно. И вы тогда задаете себе вопрос, много работать где? В Макдональдсе, на кассе тоже много работы. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Заметьте, это соединение самое простое и самое наилучшее. Потому что, очевидно, существуют наилучшие, но сложные решения. И есть простые, но плохие решения. То есть, вы всегда должны найти баланс. В вопросе о том, насколько сложное решение, которое вы предпринимаете. И насколько к хорошему результату оно ведет. То есть, вы бы, конечно, хотели получить великое, лучшее образование. Но попасть в Гарвард, хотя это и суперлучшее решение для этой проблемы, чересчур сложное. Наоборот. Поступить в напет, в какую-нибудь шарагу, это, конечно, самое простое решение. Но не слишком хорошее для достижения вашей цели. И все время должно вот этот баланс искать. Самое простое и самое наилучшее решение, в смысле, одновременно и наименее затратное, и наиболее профитное, или наиболее лучшее. Это, конечно, шутка. И это шутка опять в сторону Платона. Это государство 541А. Когда Сократ предлагает создать идеальное государство, просто выгнав из города, из существующего города взрослых, и оставив в нем детей. И воспитав детей сразу в суперлюдей. Сразу в идеальное государство. В государстве все понимают, что это отличная шутка. Есть подоплека под этой шуткой. Но Аристотель тоже понимает, что Платон понимает, что это тоже шутка. Вот это вот все более или менее ясно, да? Ну, начинает прям как-то усложняться и закручиваться сильно. Да, да, да. То есть там все больше и больше вопросов каких-то обсуждается, и они становятся все сложнее и сложнее. Однако не всякие поиски оказываются приниманием решения. Например, в математике зато всякие принимания решения, поиски. Да, то есть иногда вы, конечно, думаете о том, как, но это просто математика, да? То есть вы решения никакого не принимаете. Но когда вы принимаете решение, это всегда поиск. И что в анализе последнее, первое по возникновению? И если наталкиваются на невозможность осуществления, отступаются. Можно размышлять о решении о невозможном, но только по ошибке. Когда штука кажется возможной, но после размышления оказывается невозможной. Ну, то есть вы, конечно, думаете поступать в Гарвард первоначально, но потом понимаете, что что-то слишком много проблем с этим поступлением связано, и, наверное, это невозможная ситуация. Например, если нужны деньги, а достать их невозможно. Ну, мой пример гораздо лучше. Когда же достижение цели представляется возможным, тогда и берутся за дело. Да. Есть штуки, скажем потом, Аристотель, о которых вообще нельзя размышлять о принятии решения. Прошлое. Нельзя принимать решение относительно прошлого. И потому всякое размышление о принятии решения относительно прошлого – это безумие. Возможно, то, что бывает благодаря нам. Ведь исполнение чего-то благодаря друзьям и близким в известном смысле тоже зависит от нас. Да, действия других людей тоже в некотором роде зависят от нас. Так как в нас источник действия. Поиски здесь обращены в одних случаях на орудия, в других – на их употребление. Так и во всём остальном. В одном случае на средства, в другом на способ, то есть на исполнителя. Как сказано, человек – это, конечно, источник поступков. Решение относится к тому, что он сам осуществляет в поступках. Поступки же совершаются ради чего-то другого. Действительно, не цель бывает предметом решения, а средство к цели. Так же, как и не отдельные вещи, скажем, хлеб ли это, или должным ли образом он испечён. Это ведь дело чувства. И если по всякому поводу будешь принимать решение, то уйдёшь в бесконечность. Да. Видите, Аристотель добавляет, Аристотель суммирует и говорит, что человек решает по поводу того, чего он может решить, и не решает по поводу того, чего не может. По поводу цели мы решений не принимаем, только по поводу средств. Но мы также не принимаем решений по поводу мелких вопросов, связанных с этими средствами. Потому что мы автоматически понимаем, подходят они или не подходят. То есть, грубо говоря, когда вы хватаете микроскоп, чтобы забить гвоздь, это результат того, что микроскоп реально можно использовать с этой целью. То есть, буханкой хлеба вы не хватили бы буханку хлеба, чтобы забить гвоздь. Предмет решения и предмет выбора одно и то же, только предмет выбора уже заранее строго определен, ибо сознательно выбирают то, что одобрено по принятии решения. Потому что всякий тогда прекращает поиски того, как ему поступить, когда возвел источник поступка к себе самому, а в себе самом к ведущей части души, ибо она и совершает сознательный выбор. Это ясно и на примере древнегосударственных устройств, изображенных Гомером, ибо цари извещали народ о выборе, который они уже сделали. Да. То есть, очень странные вещи говорит Аристотель. Предмет размышления о решении и предмет выбора, в смысле, господи, произвольного выбора, это одно и то же. Только предмет выбора уже известен, потому что мы его выбрали. А предмет решения нет, потому что решение касается способа. Предмет выбора при этом находится в нас самих, а средство к достижению цели, средство выбора явно находится вне нас самих. Если предмет сознательного выбора есть предмет решения, устремленного к зависящему от нас, то сознательный выбор – это, пожалуй, способное принимать решение стремления к зависящему от нас. В самом деле, приняв решение, мы выносим свой суд, и тогда согласуем наше стремление с решением. Итак, будем считать, что в общих чертах мы описали сознательный выбор. А именно, с какого рода вещами он имеет дело и показали, что он касается средств к цели. Хорошо, сознательный выбор мы обсудили. Есть ли у вас вопросы к сознательному выбору? Или всё настолько детально описано, что проблем не возникает? Уже сказано, что желание направлено на цель, но одни считают, что к благу вообще, а другие, что к кажущемуся благу. При этом мы думаем, что Аристотель – это как раз другие, а Платон – это как раз благо вообще. У тех, кто говорит, что предмет желания есть благо вообще, получается, то, чего желают, при неверном выборе не есть предмет желания. Ведь что будет предметом желания, будет и благом. Но мы уже знаем, что он зло, если выбор сделан неверно. Да. Платоновская система такая, если ты совершаешь преступление, то только по неведению. То есть только случайно. Сознательно совершить преступление невозможно, потому что преступление – это зло, а мы выбираем только благо. Аристотель не согласен. У тех же, кто называет кажущиеся благом предметом желания, получается, что нет естественного предмета желания, но всякому желанно то, что ему таким покажется. Между тем желанным каждому кажется свое, а если так, то может статься даже противоположное. О, Аристотель говорит о проблеме. Нет ничего желаемого по природе. Все хотят счастья, но это нечто, что может быть абсолютно противоположным. Нечто, что не модно, что нельзя выяснить. Итак, у нас есть два выбора. Мы либо желаем блага вообще, либо то, что кажется нам благом. Если мы желаем блага вообще, то тогда мы, в принципе, не можем сказать, что такое благо, и нет никакого естественного блага для человека. Если же мы желаем то, что нам кажется благом, то мы принимаем точку за не Аристотеля. Если же это не годится, то не следует ли сказать, что взятый безотносительно истинный предмет желания – это собственно благо, а применительно каждому в отдельности – кажущиеся благом. Если для добропорядочного человека предмет желания – истинное благо, то для дурного – случайное. Так ведь даже с телом. Для людей закаленных здоровым бывает то, что поистине таково, а для болезненных – совсем иное. Аристотель, кажется, пытается соединить обе точки зрения. Значит, вообще мы, конечно, все желаем блага, но как только речь идет о конкретных людях, это желание кажущегося блага. При этом благо все время скачет. И Аристотель приводит пример со здоровьем. Подлинное здоровье для здоровых, относительное здоровье для больных. То, что мы называем здоровым для больного, например, здоровое питание для больного, вообще не может быть здоровым для здорового. Здоровое питание для здорового и здоровое питание для больного – это два разных питания. Подобным же образом обстоит дело с горьким и сладким, с теплым, тяжелым и со всем прочим. Добропорядочный человек правильно сутит в каждом отдельном случае, и в каждом отдельном случае благом ему представляется истинное благо. Вот так вот. А дальше идет совпадение того, что кажется благом, и блага самого по себе. Это совпадение возможно только в случае здоровья. Иными словами, хорошо по природе только то, что желают хорошие люди. Все остальные, то есть плохие люди, на самом деле желают кажущегося блага, а не истинного блага. И мы возвращаемся обратно к какому представлению? Что под благом мы понимаем счастье, под благом человеческим, естественно. При этом под человеческим мы понимаем только подлинно человеческое, то, что относится к думающей части души, к размышляющей части души. Соответственно, только тот, кто реализует то человеческое, что в нем есть, и есть хороший человек, и есть желающий подлинного блага. Все остальные желают кажущегося блага. Помните, с этого ведь и начинается политика. Все государства стремятся к кажемому благу. Тогда это казалось странным, теперь это не кажется странным. У государств нет другого выбора. Все они стремятся только к кажемому благу, не к подлинному. Дело в том, что к каждому складу присущи свои представления о красоте и удовольствии. И ничто, вероятно, не отличает добропорядочного больше, чем то, что во всех частных случаях он видит истину так, будто он для них правило и мерка. А большинство обманывается явно из-за удовольствия, ведь оно, не будучи благом, кажется таковым. И так удовольствие выбирают, принимая его за благо, а страдания избегают, считая его злом. Я просто схожу в сравните государства 612-б, а сами мы вернемся к той мысли, которую обсуждали до этого. Большинство обманывается явно из-за удовольствия, ведь удовольствие не есть благо как таковое. Удовольствие сопровождает благо, но удовольствие не цель. Удовольствие просто симптом благо, оно не воплощает благо. В этом смысле обладающий интеллектуальными добродетелями испытывает удовольствие, как мы читали у Аристотеля, но только испытывает его. Он не стремится к удовольствию. Стремление к удовольствию и избеганию страдания – это самое низкое стремление, потому что оно нам ближе всего. И, следовательно, добродетель, связанный с этой страстью, будет самой низкой добродетелью. И это, конечно, умеренность. Здесь Платон и Аристотель никак друг от друга не отступают. Хорошо. А как же то, что должны стремиться к страданиям, то есть только страданиями? Ну, вот возвращаясь вообще чуть ли не к самому началу. Давайте попытаемся разобраться. Подлинное благо может выбрать только хороший человек. Все остальные люди выбирают каждое мое благо. Среди этих людей, естественно, в случае большинства каждым им благом всегда является что? Удовольствие. Поэтому диалектически, чтобы отдалить их от самого базового и самого отвратительного, приходится заявлять, что благом для таких людей является что? Страдания. Это благо настоящее или кажемое? Кажемое тоже. Итак, если цель – это предмет желания, а средство к цели – предмет принимания решений и сознательного выбора, то поступки, связанные со средствами, будут сознательно избранными и произвольными. Между тем, деятельности добродетелей связаны со средствами и тем самым собственной волей и сознательным выбором. Вы видите, что теперь добродетели напрямую объявляются инструментальными. Хорошая цель, подлинная цель не зависит от нас. Она естественна. Средства к цели должны быть выбраны, поэтому они принадлежат нам и зависят от нас. Поэтому добродетель не вне нас, она внутри нас, в то время как цель обязательно вне нас. Но тут мы натыкаемся на только что обсужденную проблему и говорим себе, что подлинная цель естественная. Но политика не имеет отношения к подлинной цели. Политическая цель искусственна. Политик стоит выше всех остальных людей, потому что политика задает цель для всех остальных людей. Это искусственная цель, искусственное солнце, потому что свет естественного солнца недоступен для подавляющего большинства людей. Политика управляет общественной жизнью не только через указание средств, но в первую очередь через указание цели. Все люди хотят благо и хотят быть счастливыми, но они не знают, что это такое. Или, вернее, думают чаще всего, что это удовольствие. Политика запрещает им такое мышление. Политика подменяет это мышление, когда она подменяет одну каждую цель другой каждой целью. Действительно, добродетель, так же как и порочность, зависит от нас. В чем же мы властны совершать поступки в том и не совершать поступку? Нет, давайте вернемся обратно. Нехорошо. Я надеюсь, вы понимаете, почему Аристотель не говорит, что цель искусственная. Потому что тогда получится, что цель зависит от нас, что мы можем выбрать цель. И тогда мы вернемся обратно к удовольствию, обратно в порочность. То есть это как раз тот выход, с которым столкнулся современный либерализм. Цель зависит от вас. То есть счастье сугубо индивидуально. А значит, никто не может установить вам вашу цель. Она искусственна. Поэтому вы можете выбрать любую цель, которая вам нравится. Нравится видео с котиками? Смотрите видео с котиками. Нравится видео с тортиками? Смотрите видео с тортиками. Но ведь цель – это счастье. А счастье, оно разными... Нет. Цель – это, конечно, счастье. Но цель человека как человека естественна. Потому что если бы эта цель была искусственна, каждый бы мог выбрать, конечно. А куда бы он начал склоняться, говорит Аристотель? К удовольствию. Просто к удовольствию, да. К удовольствию и к порокам. Поэтому политикам приходится объявлять, что цель естественна, универсальна для всех. Это правда, но только в случае конкретных людей. Цель искусственная для большинства объявляется естественной. И в этом естественном заключается тот факт, что у отдельного человека нет никакого выбора. Только двигаться к этой цели. У него есть выбор в средствах, но не более того. Хорошо. Мы можем еще, конечно, немного прочитать, но я бы хотел, наоборот, чтобы вы что-нибудь мне рассказали. Что вы думаете по этому поводу? Тогда получается, что политика – это один большой обман? Как бы политики подменяют цели, говорят, не вот это вот, то, что надо, а вот делайте вот это, то, что как бы надо. Это, конечно, часть обмана, да. Но не «как бы надо», да, а они говорят о том, что так как человек естественен, государство естественно, и цель естественна, эта цель едина для всех людей, счастье едино для всех людей. Но это не так. Но это не совсем так. Существует естественная цель, но эта цель доступна только минимальному числу людей. Происсякает ли эта искусственность задаваемые цели из различия между тем, зачем создавалось государство, не зачем, почему создавалось государство, и цель государства? Мы же говорили о том, что у нас есть разница. Да, да, да. Государство создаётся случайно, в смысле создаётся естественно, потому что семья разрастается, но существует ради самодавляющей или хорошей жизни. То есть существование государства искусственно, его появление естественно, а существование искусственно. Потому что появляется оно в форме варварского царства, а существует в форме цивилизованного города. Да, цивилизация, государство естественно, но цивилизация искусственная. То есть обман – это не государство, а цивилизация? Конечно. Естественная ситуация – это ситуация царства, где фактически нет законов, где варваризм, барбаризм, да, где, значит, варвары ничем не отличаются от рабов, в том смысле, что они не имеют никаких стремлений, кроме стремления, как говорит Аристотель в первой книге «Политики», кроме общения раба и рабыни. То есть кроме плавового общения у них нет политического общения, потому что все они подчинены своему царю, как господину. В то время как политика подразумевает некое равенство, и в соответствии с этим равенством новый тип общения. Именно поэтому цивилизация неестественна, потому что там есть равенство. – Иерархия ведет в… – Да, в частности, хорошее замечание вполне, в частности, да. Еще какие-нибудь вопросы, замечания? – Ну, давайте, заставьте себе. – Не, ну, не то, чтобы заставить. Я совсем запуталась с произвольными и непроизвольными действиями, поступками. – Ну, произвольный поступок – поступок, который совершается осознанно, который совершается ради достижения цели, которая нам понятна и будет. – Да, но какие являются благом, а какие нет. То есть там я поняла, что непроизвольные могут быть добродетельными, могут быть недобродетельными. – Наоборот. – Непроизвольные. – Да. Поступки, которые считаются непроизвольными и являются непроизвольными, не могут повлечь за собой ни похвалу, ни обвинения. Только произвольные поступки влекут за собой похвалу и обвинения. И только произвольные поступки, следовательно, касаются добродетелей и пороков. Потому что они касаются сознательного выбора. Иначе хвалили бы за то, что человек сделан непроизвольно, не по своей воле. Да, да, да. А как же воспитание добродетелей? Ведь он, говорит, делится, там, мальчик делится с девочкой с конфетой не потому, что ему так хочется, а потому что его мама над ним стоит и говорит, делись. И тут мы возвращаемся к вопросу о решении. Там, где нет принуждения, там есть произвольность. Захватывают заложников и говорят вам, я убью заложников, а ты иди, значит, убей президента. Так как вас не ведут под руки к президенту, и чужими руками вам не кладут пистолет в руку и не нажимают курок, все это есть результат выбора. А если выбора нет, то любой поступок будет непроизвольным? Конечно, если вы ничего не выбирали, то это непроизвольность. Неважно, заставили ли вас, или все получилось случайно. Но ведь все равно можно осознавать, что ты делаешь, и таким образом этот поступок станет произвольным, даже если у тебя нет выбора. Нет, осознание ничего не дает. Речь идет о выборе. Если выбора нет, то это непроизвольный поступок. Если выбор есть, то он произвольный. При этом, смотрите, вы могли бы описать ситуацию следующую. Вы находитесь на крыше, и на крыше лежит огромный булужник, либо довольно большой камень, который вы пинаете просто. Ну, это нечего делать. И вдруг он, значит, вы пинаете его слишком сильно, он улетает вниз и разбивает кому-то голову. Это преднамеренное действие? Нет. Разбить голову, а не подпинать булыжник, да. Следующий шаг. Вы ведь понимали, что вы находились на крыше дома, вдоль которого идет дорожка. Вы ведь понимали, что есть шанс, что вы уроните этот булыжник. И вы ведь понимали, что булыжник падает вниз, если его столкнуть с крыша. Очень нехороший сплощик рассуждения, потому что абсолютно все, что угодно, может вести к абсолютно чему угодно. Нет, нет, нет. Я это говорю, на котором я не спрятал. Нет, абсолютно все, что угодно, может вести к чему угодно. Это правда. Но вопрос, вы могли рассчитать это или не могли? Конечно, если я скажу, если вот сейчас я иду по улице и там, я не знаю, уроню 10-рублевую монету, ее поднимет бомж, пойдет, набухается и от этого умрет. Я мог предсказать такое развитие событий? Нет. Абсолютно нет. А если я играю на крыше с кирпичом, то я могу предсказать развитие событий, при котором кирпич упадет вниз. У нас все упирается в количество обстоятельств? Конечно, каждый конкретный раз. То есть, окей, значит, мы можем назвать конкретное количество обстоятельств. Наоборот, каждый конкретный случай мы можем разобрать и в каждом конкретном случае можем ответить. То есть представим себе, что это не просто дом, да, а это не многоэтажка в Москве, а это деревенский дом в глуши, и там людей вообще нет. Тогда это подневольный поступок, тогда это случайность. Ну нет, даже тогда получается, ну, человек, который играет на крышу и пинает там камень, он должен как бы осознавать, что этот камень может упасть и в теории кому-то разбить бомбу. Нет, нет, смотрите. Упасть на кошку, на собаку еще. Ну, собаку с кошкой не жалко, да? Представьте, что реально вы одна живете в своем доме в лесу. Вот тогда это случайность. Ну, когда есть хотя бы малейшее, ну, даже не малейшее, но просто когда есть возможность, что этот, ну, в общем, пиная этот камень, я должна понимать, что этот камень может упасть, или он может там прыгнуть в трубу, и труба... Нет, это понятно, что он может упасть, но он не может кого-то затронуть, потому что вы живете в лесу, и никого никогда там не бывает. Ну, это просто логика, не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Нет, нет. Да, вы можете попасть на метро в давку, и вы будете тем человеком, которого толкнет кто-нибудь в пассажир. Так вот эту проблему... Вы налетите на впереди стоящего, он упалет на рельс, и его задают в пассажир. Так вот эту проблему решает Аристотель. Во-первых, если вас кто-то толкнул, и вы полетели вниз, это уже непроизвольный поступок. Действия не было внутри вас, в отличие от пинания камня, который мы обсуждаем. Во-вторых, если так случилось, что кто-то вас толкнул, и вы кого-то толкнули в метро, вы не можете предсказать результат этого толчка. Там такая толпа, непонятно, что вообще происходит. Тут важно именно, получается, волевое отношение человека к тому, что происходит. То есть он желал, чтобы это наступило, или не желал? Ну, или он предполагал, что это может произойти, или не предполагал? Это вообще могло от него зависеть или нет? Если эскалатор резко остановился, и при этом он не держался, то человек все равно несет какую-то ответственность за это, потому что предупреждают, держитесь за поручни. Да, да, да. Если у него нет рук, тогда рядом с ним сопровождающий метро. Да, то его сопровождают. Мы каждый конкретный случай можем разобрать, и в каждом конкретном случае, имея общие принципы, можем решить. Хорошо. Еще какие-то что-нибудь хотите обсудить? Тогда давайте мы закончим на этом. И вернемся в следующий раз, чтобы дочитать уже третью книгу.